Здравствуйте! Это программа «Золотые лекции». Меня зовут Григорий Заславский, я театральный критик и ректор ГИТИСа. И тема моей лекции – современный театр и как его понимать. Я вспоминаю, как много лет назад замечательный театральный критик и чеховед Татьяна Константиновича Азизова записывала с программой, посвященной другому театральному критику, ее очень близкому товарищу, Александру Троевичу Свободину, и рассказала, как они вместе однажды пошли на спектакль. И она взяла с собой блокнотик и тут же начала записывать, смотреть, что происходит на сцене, все это переписывать, а он сидит и просто смотрит. Она говорит, а как так? Он говорит, а я считаю, что первый раз критик должен смотреть просто спектакль для удовольствия, чтобы понять, нравится он ему или не нравится. И вот это умение, оно, конечно, необходимо любому зрителю, не только театральному критику, получать удовольствие в театре или неудовольствие. И когда говорят, что нравится, не нравится – это не профессионально, это очень даже профессионально, потому что театр – это искусство, которое все равно адресовано к эмоциям. И если человек говорит, что это очень хороший спектакль, но он мне не понравился, то это довольно странно. И когда мы говорим, давайте я вас научу смотреть спектакль, человек может прийти и всему научиться, но спектакль ему все равно не понравится. И вот эта вот эмоциональная реакция, мне все равно ничто не заменит. Спектакль или нравится, или нет. И без этого все остальное уже не имеет никакого значения. Насколько он будет содержать, какие важные проблемы он будет поднимать, как он будет рассказывать про какие-то другие и очень, может быть, актуальные и важные проблемы. И каким бы современным по форме этот спектакль не было, и как бы в нем не было много голых, обнаженных тел, все равно этот спектакль не будет хорошим. В последнее время появилось очень много новых слов, которые как бы описывают абсолютно новые, появившиеся формы театра. Вербатим или иммерсивный театр, или сайт-специтик театр. Пытаясь все это объяснить и рассказать, ты неизменно возвращаешься к замечательной сцене из пьесы братьев Пресняковых, изображая жертву, которую сначала поставил в театре, а потом снял фильм по этой пьесе Кирилла Серебренников. И там есть сцена, в фильме эту роль официантки в японском ресторане играет Лия Хиджакова, в театре ее играла, увы, покойная Алла Борисовна Мокровская. И там в какой-то момент герой в этом самом ресторане, герой, который майор милиции, спрашивает, а чего отличается суши от сашими, на что официантка говорит, в исполнении Лия Хиджакова, это важно, чтобы представить, как это, примерно себе представить, как это происходит в фильме. Она говорит, та же херь, но только без риса. И вот, думая и пытаясь рассказать про эти самые новые формы, нужно иметь в виду, что в принципе в театре все уже было. Как сказал однажды своим студентам, профессорствовавший в ГИТИСе и заведовавший в кафедре режиссуры Андрей Александрович Гончаров, в искусстве было все, кроме вас. И говоря о каких бы то ни было новых формах, нужно понимать, что на самом деле в искусстве театра в том числе было все. Не было только вот этих новых ребят, которые заканчивают ГИТИС, ГИТИС, ШЕПКУ, ШКОЛУ-СТУДИЯ МХАТТА и ЩУКУ и приходят в театр, чтобы делать что-то новое и свое. И ничего другого нового в театре быть, к сожалению или к счастью, не может. Когда сейчас говорили про пандемию, и как мы ее переживем, не переживем, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Потому что в жизни кино это вторая пандемия, в жизни каких-то других искусств может быть первая пандемия, а в жизни театра это не первая, не вторая, не третья, не пятая и даже не десятая пандемии. И все пандемии до этого театр переживал, поэтому переживет и это. Но говоря о новых формах театра, мы не можем уйти от того, что даже то, к чему можем относиться как к успешно найденным маркетинговым ходам, что это действительно сегодня продается хорошо как иммерсивный театр, или как свидетельский театр, или как сайт-специфик. И в этом стоит обнаружить какую-то традицию, но и оценить то новое, что появляется в театре, наверное, тоже стоит. Потому что, конечно же, когда кто-то из выпускников Петербургского Российского Культарственного института и сценических искусств пишет магистрскую диссертацию на тему иммерсивного театра и находит, что традиция иммерсивных спектаклей ведет свое начало от дионисийских шествий, то, наверное, это очень сильное преувеличение. Потому что традиция – это то, что живо. Нельзя говорить о традиции, если она там умерла, прошло две тысячи лет, и что-то такое новое, а это традиция дионисийских шествий. Это не традиция, это что-то новое, что рождается, возможно, учитывая те приемы, которые когда-то или те какие-то идеи, которые когда-то были интересны и использовались в Древней Греции. Хотя нет древних греков, нет дионисийства в том виде, в каком оно было в Древней Греции, поэтому это мне представляет очень сильным преувеличением. Но тем не менее, когда мы говорим об иммерсивном театре и пытаемся начинать историю всего этого в России, например, от спектакля «Черный русский», который играли в особняке в Малом Безняковском переулке. Это был спектакль по повести Пушкина «Дубровский», и в нем все было замечательно рассчитано. Каждого пришедшего встречали, оказывая индивидуальное уважение. В гардеробе были номерки, сделанные тоже к этому спектаклю, и все они были сделаны из натуральной кожи. Всех провожали сначала в бар, наливали по рюмке, и с пониманием, что алкогольные пары примерно минут через 40 испаряются, примерно через эти самые 40 минут всех снова приглашали в буфет, по второму разу упивали еще одну-две рюмочки, и дальше спектакль шел в следующих 30 минут к печали и трагической развязке Дубровского. А там следующий знаменитый спектакль, это были «Вернувшиеся» тоже в специально для этих целей арендованном особняке в Дайвом переулке. Мне хотелось с этим вежливо поспорить, сказав, что, в общем, я еще не забыл замечательный спектакль Юрия Ивановича Еремина, палату номер 6, который играли в начале 90-х годов в театре Пушкина. И не было слова «иммерсивный», не было замечательного понимания, что иммерсивный спектакль отличается от обычного спектакля тем, что билеты можно продавать примерно в 10 раз дороже на него, что происходит сегодня. Но по форме, конечно, это был иммерсивный спектакль, потому что и он был по-своему замечательным тем, что в те годы, которые были ознаменованы и вошли в историю не только как лихие 90-е, но ознаменованы были тем, что была почти потеряна связь театра с публикой, и спектакли проходили в полупустых залах, и необходимость искать и зарабатывать на хлеб насущный и думать о каких-то других более серьезных вопросах, чем театр. Все это привело к тому, что интерес к театру резко упал, публика в театр почти не ходила, и вдруг возникают такие вот спектакли, события, которые почти искусственно снижают число зрителей в зале, а вот они приводили к тому, что зали были полными, потому что палату номер 6 Юрия Еремина было рассчитано примерно на 50, может быть, 60 зрителей, как после этого знаменитый спектакль Валерия Фойкина «Номер в гостинице города НН», человек на 40-50 было рассчитано, а потом превращение в сатириконе, тоже человек на 60 с Константином Райкиным главной роли, а номер в гостинице города НН с авангардом Леонтьевым по «Мертвым душам» Гоголевским. И вот этот самый первый такой спектакль, палата номер 6, он происходил следующим образом. Публика собиралась в фойе театра Пушкина, в едва-едва освещенном фойе, причем это не было каким-то отличительным, это не было какой-то отличительной чертой этого спектакля, потому что эта вот такая слабая освещенность, сумрачность и какая-то такая заброшенность пространства, в принципе, казалось, что это, в общем-то, для театра тогда самое подходящее и по-другому быть не может. И вот эти вот несколько десятков зрителей, в какой-то момент к ним спускался человек со страшной довольно-таки физиономией, в грязном халате, со свечкой в руках и, скорее жестом, чем словом, звал их за собой. И вот дальше по каким-то странным узким лестницам и коридорам театра Пушкина, и это уже было, конечно, спектаклем, и в итоге этого долгого путешествия мы выходили на сцену театра, а пустая сцена, она тоже оставляет ощущение какой-то заброшенности, холодности, губкости пространства. И там стоял большой павильон, обитый досками. И, собственно говоря, вокруг этих досок, вокруг этого такого практически скотского загона, зрители и рассаживались в один ряд, и сквозь щели между этими досками смотрели за событиями, происходившими внутри этого загона, этой психиатрической палаты номер 6. И в тот момент, когда доктор Рагин в эту палату был буквально брошен, и его начинали избивать санитары, в этот момент, не давая зрителям опомниться от этого шока, это же очень важно, в финале спектакля отрешиться от того, что страшного происходило на сцене, начать аплодировать и понять, что все это закончилось, весь этот ужас, весь этот кошмар, это просто был спектакль, а сейчас вот можно похлопать прекрасным актерам и поблагодарить его за хорошо сыгранные роли. Вот этого отрешения от ужаса, происходившего внутри этого загона, этого хлева, этого страшного психиатрического павильончика, в этом спектакле не было. И в тот момент, когда Рагина начинали избивать, тот же самый санитар, один из вот этой вот команды мучителей, выгонял нас из зала по тем же самым узким лестницам обратно за двери театра. Это был один из лучших спектаклей начала 90-х, один из главных спектаклей начала 90-х. Это был спектакль, конечно же, в котором чувствовались традиции не столько даже театра Антонина Арто, сколько скорее опыта выпускника Эгитиса Ежегротовского с его невероятным желанием ощутить границы физиологических возможностей актера и возможностей зрителя воспринимать самые разные крайние проявления и психологии человеческой, и физиологии человеческой. То, что потом точно так же будет занимать и в те же самые годы занимала Валерия Фокина. И, конечно, этот спектакль с точки зрения высоты сегодняшнего времени был самым что ни на есть иммерсивным спектаклем. Точно так же, как два или три года спустя на фестивале, который назывался Боннской биеннале современной драматургии, в Бонне, уже лишившемся статуса столицы ФРГ, но еще в последний раз принимавшим этот фестиваль, собиравшим новые пьесы со всей не только Западной, но и Восточной Европы, в нем возник такой вот межгосударственный проект, который так и назывался «Отель Европа». Европа только-только разбившаяся на огромное количество новых государств, появившиеся новые страны, искали свою новую идентичность, и кому-то пришло в голову сделать такой спектакль, в котором объединятся театральные компании из этих разных новых стран и в бывшем универмаге, в котором еще за несколько лет до этого я был как в универмаге и покупал какую-то дорогую сумку, и там были какие-то представительства самых разных дорогих марок. А теперь в уже не столичном Бонне это был абсолютно заброшенный пятиэтажный или четырехэтажный дом, который, наверное, скоро пошел под снос. И в этом заброшенном доме его дали, можно сказать, на растерзание театральным режиссерам. И за Россию отвечал, опять же, гитцовский выпускник и македонец Иван Поповский, который с двумя российскими актерами поставил номер, как я сказал, уже отвечавший за театр России. А была довольно сложная организованная логистика. Там довольно много групп водили таким образом, чтобы они не пересекались, обошли все комнаты. И поскольку это был конец тех самых лихих 90-х, то сюжет, связанный с Россией, был посвящен торговле органами. Парень и девушка, приезжавшие в гостиницу в каком-то среднеевропейском городе, должны были кому-то передать чемодан, холодильник с печенью или сердцем. И в процессе их дискуссий и споров в результате кто-то приходил, и все это заканчивалось кровавой бойней. Мы переходили в следующий номер. И, конечно, это тоже был иммерсивный спектакль. И, опять же, этого слова не было. Никто не говорил, давайте мы посмотрим. Очень модный иммерсивный спектакль. Ничего подобного до этого не происходило. В середине 90-х не было ощущения, что ничего подобного до этого не происходило. То есть, скорее всего, мы должны выразить не столько удивление, и уж тем более никого не сбрасывать с корабля современности или с постаментов, а наоборот выразить восхищение теми прекрасными продюсерами, менеджерами и маркетологами, которые, как, например, две девушки-продюсера спектакль «Черный русский», окончившие довольно непродолжительные курсы по продюсированию и продвижению театральному в США, приехали и, взяв, по-моему, два кредита, за полгода проката «Черного русского» не только вернули затраченные немалые деньги на этот проект, но и, по-моему, заработали какие-то вполне приличные деньги. И вот это вот уважение к тем людям, которые то, что уже до этого существовало, сумели продать как нечто новое, до сих пор не случавшееся, и, повторяю, о чём уже сказал, требующее более дорогих билетов, потому что, ну, например, там, следующий уже спектакль, вернувшийся в Даевом переулке, он продавался, обычный билет, по-моему, стоили по 6-7 тысяч, а вип-билеты, предполагавшие, там, относительное соучастие в сцене оргии или, скажем так, близкое наблюдение этой сцены, а сам спектакль был по призракам Ипсона, там цены доходили до 30 тысяч. И одна моя знакомая, довольно известная актриса, которая принимала участие в первых репетициях, она что-то такое сильно стала трапиться, разыгралась с ней на шелке и сказали, не надо, не надо, не надо так стараться, у нас главное – это сцена оргии, главное – это там. И я бы назвал это такой территорией дикого нового театра, потому что наверняка это все тоже приведет к какому-то интересному обновлению. Театр всегда обновляется и театр всегда меняется, точно так же, как, например, одна из выдающихся профессоров ГИТИСа – Мария Осина Кнебель, она является автором важнейшей, в том числе и для сегодняшнего театра, и развивающей метод Станиславского, она является автором методом действенного анализа. И в середине XX века она была фактически изгнана из художественного театра тогдашним его руководителем Кедровым, потому что вот этот вот самый придуманный, как они считали, метод действенного анализа, он, будучи идеалистическим по своей сути, то есть противостоящим марксизму и ленинизму, он противостоял материалистическому методу физических действий. А сегодня, полвека спустя или 70 лет спустя, мы понимаем, что метод физических действий и метод действенного анализа – это вообще одно и то же. Вообще одно и то же. Там вообще нет, не то что противоречия, там зазора практически нету. А тогда люди об этом спорили, ломали копья, пытались рушить судьбы. И казалось, что это принципиальный и даже политический спор. Политический? Наверное. Но принципиальности сегодня, спустя почти 70 лет, в нем уже ничего не видно. И точно так же эта история с иммерсивным театром, мне кажется, очень талантливым с точки зрения маркетинга ходом, но не дающим чего-то существенно нового. И точно так же, как любой другой театр, он имеет свои какие-то талантливые проявления, талантливые формы и не очень талантливые. Скажем, в пространстве Чехов, неподалеку от Москвы, несколько год назад, полтора уже года назад, летом прошлого года, мы ездили на спектакль «Чайка», который в этом году входил даже в номинацию «Эксперимент золотой маски». А меня оставил в сильном разочаровании, потому что, приехав туда и дождавшись начала спектакля, обнаружили там «Чайка», «Чайка» Чехова, какие-то опять же очень умные, талантливые люди, владельцы этой резиденции, они придумали, что правильнее всего вот это вот новое переоборудованное и современное пространство продавать с помощью иммерсивного спектакля. То есть привезти сюда в публику, люди приедут, выпьют, поедят, потом скажут, ой, а здесь вообще, в принципе, хорошо. Здесь же можно и какие-то командные конференции проводить, и что-нибудь ещё, и какие-нибудь мозговые штурмы, и третье, и четвёртое, и пятое. А сколько всё это стоит? Я тоже поинтересовался, сколько это стоит. Но если вернуться к «Чайке», которая представляла собой путешествие по всем локациям, всем корпусам этой резиденции, то я как-то довольно быстро во всём этом разочаровался, потому что начался спектакль, пришёл Тригорин, пришла Аркадина, Тригорин фотографировал Аркадина на мобильный телефон, всё прекрасно, замечательно, начинает звучать чеховский текст, и вдруг Аркадин говорит, раньше вокруг этого озера местные помещики. Я думаю, какие помещики, если речь идёт, если только что в руках у всех были мобильные телефоны, а здесь помещики после мобильных телефонов, а потом нас делят на четыре команды, кто-то в команде Аркадиной, кто-то в команде Тригориной, кто-то в команде Треплева, кто-то Заречный, и мы начинаем передвигаться по территории этой резиденции. И в группе Аркадиной я двигаюсь куда-то там, к следующей точке, и она молча с кем-то ещё из героев пьесы «Чайка» ведёт нашу группу вперёд. Я чувствую, что меня обманули, потому что в пьесе «Чехово» очень много слов. Они не использовали не то что половину, даже четверти. И если вы нас приглашаете на иммерсивный спектакль, то обязательно нужно, чтобы люди всё время говорили. А иначе это халтура, а иначе ничего не придумано. То есть можно делать всё, что угодно, но должна быть придумана история, должен быть придуман не только маршрут, но и должна быть придумана вся драматургия вот этого нового спектакля. А иначе это не иммерсивный спектакль, для просто разыгрывания нескольких сцен чеховской пьесы на свежем воздухе в условиях повышенной активности насекомых. Означает ли это, что в принципе театр не очень сильно развивается, или что я такой консерватор, который ничего нового не признаёт? Я готов воспринять новый театр, и театр меняется. И он не может не меняться, потому что всё равно приходят и новые герои, и новые отношения между героями, и новые формы тоже приходят в театр. Другое дело, что когда-то сформулированная Марком Захаровым шутка о том, что ну да, попробуй сыграй спектакль с антрактом, а так можно дойти и до спектакля в лифте. И, мол, в лифте спектакль играть намного легче, чем большой спектакль. Как говорил Марк Анатольевич, я дал слово своему буфету, что в моих спектаклях антракт обязательно будет. Я помню, как несколько лет назад Леонид Фимич Хейпиц, один из наших мастеров, разговаривая с своей молодой выпускницей, когда она ему сказала, что я вас приглашаю на свой новый спектакль. Он идёт всего час двадцать без антракта. Он говорит, без антракта? Но это по молодости. От страха. Она говорит, почему? Нет, это от страха. Боишься антракта. Понятно, что в этом есть и консерватизм человека старых традиций, который привык, что в спектакле должен быть антракт, и что два с половиной часа кровь из носу, но спектакль продолжаться должен. Я сам люблю те спектакли, которые без антракта идут час пятнадцать. Если спектакль, который идёт час пятнадцать, идёт на пять минут дольше, это вызывает моё резкое возражение и раздражение. Лучше пусть спектакль идёт девять часов, но без обмана, чем спектакль, который идёт час пятнадцать, но тебя обманывает на пять, а ещё хуже на десять минут. Но спектакль, который идёт час пятнадцать, он тоже должен иметь содержание на час пятнадцать. Не может спектакль, который идёт час пятнадцать, иметь содержание на десять минут. Точно так же, как и спектакли, которые длинные делает Робер Лепаш, когда он закладывает девятичасовые истории, ты, выходя из зала через девять часов, понимаешь, что тебя не обманули, что в нём содержание было действительно на девять часов. И с этой точки зрения спектакль Лепажа такой же современный, как какой-нибудь спектакль хорошего режиссёра, который просит твоего внимания в девять раз меньше. И никто, мне кажется, никогда не изменит главного, что зритель всё равно должен испытывать в театре сильные эмоции. Одна моя знакомая однажды сказала, что зритель ходит в театр за эмоциональными качелями. И другое дело, что когда люди покупают билеты и говорят, ой, нет, я хочу на комедию, они, скорее всего, просто стесняются признаться в себе, что, в принципе, они готовы на трагедию пойти. Ну, как на трагедию признаваться в том, тем более окружающим, в том, что ты готов идти плакать в театр, это как-то неловко. Но на самом деле зрители в театре за сильными впечатлениями и будет это спектакль, в котором тебя будут водить по этажам и потом там долго запутанными тропами выводить куда-то. Или ты будешь сидеть в зале и на протяжении полутора-двух или даже больше часов смотреть какую-нибудь историю Гамлета или каких-нибудь ещё вполне вроде бы классических героев, начиная с «Кота в сапогах» и «Трёх поросят». Кстати, тоже очень драматичные сюжеты по-своему. Это уже практически неважно. Кто-то правильно сказал, что театр может быть хороший и плохой, а новый и старый – это те споры, которые остались, наверное, в пьесе «Чехова чайка». Как говорит один из героев этой пьесы, что зачем толкаться, всем места хватит. Это не значит, что какие-то молодые и резкие ребята не должны отрицать опыта своих учителей и старших товарищей. Если они не будут этого делать, то театр вообще будет стоять на месте. И вообще, наверное, одна из главных проблем сегодняшнего, как и вчерашнего, кстати, российского театра, что у нас нету сильной консервативной традиции. И это мешает появиться сильному новому театру. Потому что нужно обязательно от чего-то отказываться для того, чтобы утверждать что-то новое свое. У нас нету, к сожалению, там, не Доронинский МХАТ, когда и Меркуриева Доронина, не даже Малый театр сегодня не могут похвастаться, скажем так, сильной консервативной традицией, которую бы хотелось отвергнуть и сказать, нет, мы будем все делать по-другому. Или как там Ленин говорил, мы пойдем другим путем. Это была одна из золотых лекций, которую прочитал Григорий Заславский. Я театральная критика ректор Гитиса. Спасибо за внимание. 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 Продолжение следует...